И снова всем привет, с вами Алиторн, и мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этернити 2 Дэдфайр. Как вы помните, ребят, в прошлой серии, мы с вами решили уже отправляться наконец-то на Урио Каики. Я надеюсь, что сейчас нам ничего не помешает. Что, кстати, мне интересно... А, так мы, смотрите, то есть мы уже достигли максимального уровня, что ли? 15... 153 956 из 153 тысяч. Тогда почему у нас у мага не открыт последний уровень скилла? Вот этот вот. Для персонажа с одним классом 9 уровень мощности становится доступным на 19 уровне. То есть нет, мы такие не достигли максимального уровня, хотя тогда непонятно, что вот это вот значит. Ладно, увидим. Возможно, это из-за дополнений. Хотя мы же дополнения никакие не ставили. Сложный вопрос. Ладно. Так, подождите, а у нашего корабля воды чего-то мало. Давайте воды добавим. Вот так. Этим игроком всё питаемся. Поехали. А, так у нас, собственно, вот. У всех новый уровень. Я чё-то не заметил. Ты не из наших. Конечно, я не из ваших ребят. Так, почему один пошёл туда, а другие пошли в обратную сторону? Ну, пришли все одинаково, почти. Не, Блапа, постой. Ага, понятно. Так, подождите, а с кем нам тут нужно поговорить? Орлосары. Орлосары и Орлосары. Так, а где она? Может быть, сейчас время уже? Ночь, типа, да. Давайте подождём. Зря. Так, вот она. Да, она ушла, оказывается. Крокспур, язва на теле архипелага. Молюсь, чтобы Нгати утащила его под воду. Что скажешь? Кивает вам Орлосары. Я здесь, чтобы обсудить вопрос с работорговцами. Её глаза вспыхивают от радости. Орлосары подходит ближе и грубовато обнимает вас, глупая по спине. Ну, если эти паразиты наконец-то испустили дух, я только рада этого слышать. Мастер Ко омёрз, и дело его окончено. Пока Аниказа играет в дипломатию, мы гвоздим врага копьями. Вы потеряли предмет, голова мастера Ко. Вас Орлосары кивает и осматривает вас с головы до ног, о чём ты задумываешься? У меня есть своя история, состоящая из дешёвых слов, пустых обещаний и предательств. Опыт, атак. Боевые корабли Раватай кружат вокруг Крукспура. Крики летят над волнами, как вопли чаек. Ты оставил Крукспур без вожака, теперь его место займёт кто-то другой. Он покусывает щёку изнутри и молча кивает. Скажи Аниказе, что в Охаке принимают её власть. Если настанет день, когда нужно будет указать вожакам на их место, мы придём. Пользуйся гостеприимством в Охаке. Уважай наши обычаи, никому не мешай. Так, ничего нового она нам не скажет? Так, тебе знакомо имя Таус? Слышала про Санцовый Ключ? Они играют в класе, как фу... Всё. Хорошо. Получается, мы, собственно, теперь возвращаемся к Аниказе. Посмотрим, что она нам скажет. Кстати, как видите, визуально вот этот баг прошёл с руками у нашей младжельца. Значит, видимо, в этом была проблема. Это был просто баг. Так, давайте, наверное, поднимем уровень перед тем, как возвращаться. Аллодь. Тайные знания. Проницательность. Так. По полю боя проносится знойный ветер, который наносит всем в области действия части урона и ослабляет их. Колющий знак Минолеты. Волшебник использует знак известной валянской волшебницы Минолеты. Если по волшебнику попадает в ближнем бою, он наносит напавшему колющий урон, отталкивая врага назад и обвышает его. Так, давайте, наверное, будем прокачивать сейчас что-то сверху. Стойкость персонажа реакция, персонажа воля. Сосредоточение в начале боя. Дает бонус к оружию. Повышает базовый максимальный запас здоровья, увеличивающийся с каждым уровнем. Улучшает критический урон. Дает шанс полностью избежать воздействия вражеского заклинания. Сокращает время... Так, сокращает время, необходимая на плагатоход заклинаний без зла существ. Сильные атаки обладают повышенной точностью, повышенным пробиванием, повышенный урон. Дает повышенное пробивание при атаке электричеством. Давайте лед, потому что лед у нас часто он использует. Так, атлетика, дипломатия. Если паладин выведен, но это понятно. Так, паладин с некоторой вероятностью получает рвение каждый раз, убивая врага. Паладин получает сопротивление к воздействию телосложения. Дает повышенное пробивание при атаке огнем. Соблюдается на восприятие. Дезориентация, ослепление, все такое. Увеличивает волю персонажа, увеличивает стойкость. Реакция состреточения. Атаки паладина в ближнем бою снимает воздействие за вооружение путаницы доминирования членов отряда. О, кстати, вот это неплохо. То есть, если у нас это будет, мы его, у нас автоматом он будет бить его. Потому что он часто бьет своих. Так. Здесь. Вдохленная дисциплина. С констатичкой впервые эти свою силу в чистую дисциплину на короткое время, давая все виды вдохновения. Повышает максимальное количество усилений между передышками. Дает бонусный урон. Вот это вот. Так. Зотим. Химия. Велигия. Так. Восприятие плюс пять. Решительность плюс пять. Интеллект плюс пять. Сила и воля. Жрец. Ну, это понятно. Ладно, давайте поднимемся вверх. Повышает эффективность любого исцеления с вашей стороны. Так. И серофен. Механика. Блин. Ну, вот это вот прокачаем, которая наносит чистый урон, если по нему бьют волей. Я, конечно, думаю, что вряд ли по нему будут бить волей когда-либо, но... Тем не менее. Стоп. А почему только он бежит? Все бегут. Все, поехали к Аниказе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Опа, а это кто такой? За вами Погоня. Адурикс, волшебник 14 уровня. Ну... Абордаж. Ого! Огненные великаны. Мне это не очень нравится. Ладно. Ого! 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 Ратун налетчик. Хотя это ратуны какие-то, а не Огненные великаны. Но может быть здесь они так и называются? Так, а где этот... Адурикса. А вот он. То есть его уже нет по факту. Так, мы все получили уровни. Взять все и продолжить. Сейчас мы не будем забирать, разделять монету с экипажем, потому что у них боевой дух и так на сотню. Ну ладно. Напал на нас какой-то тип. Мы его убили. Так. В этот мы не будем заходить. Урнокс. Урнокс в Брейн. Так, нам нужен его? Нам нужен он? По-моему, да. Какой-то урнокс нам точно нужен. Ратун урнокс. Вот это он, наверное, есть. На острове посредине зубов Магран. Ну что ж, раз уж мы сюда заплыли, давайте тогда с ним разберемся. Продолжение следует... Да, они льдом хорошо убиваются на раз. Смотрите, это что, он его призвал, что ли? Ого, он под Серафену заехал. Ого, последняя атака, Сэн. Чего? Так. Фаланга Бронлора. Большой щит, одноручная. Противникового персонажа, плюс 1, конечном плюс 6. Дает отклонение при снижении запаса здоровья, вплоть до 20 отклонения при 0% здоровья. Дает на страже. При потере здоровья увеличивает отклонение. Находясь в присмоте, персонаж не может двигаться. Дает тактика. Дает вдохновение ума во время вступления в бой в первый раз. Неплохо. Рукавица дисциплины. Дисциплина плюс 2 максимум. Может использовать боец. О, это неплохо. Давайте посмотрим, что сейчас у нас одето. У нас здесь какие-то тоже крутые рукавицы одеты. Ладно, давайте посмотрим на этот щит и что с ним сравнить. Так. Клонение 12, 108, минус 8. Противникового персонажа, плюс 1, плюс 1. Дает отклонение щита. Противникам плюс 8. Что тут можно сделать? Можно сдавать из него легендарный. У нас стражи можно сделать часовой. Который дает отклонение, убирает неподвижность. Либо же дает ни шагу назад. Дает бонус согласно защиты и восстановление здоровья. И когда персонаж расходится при смерти. И он, кстати, недорого, на самом деле, зачаровывается. Ладно, пока просто заберем. Не будем ничего делать. Так, ну здесь ничего интересного, я так понимаю, нет. Кстати, реально, я помню точно, что были какие-то растения на таких местах. Возможно, с каким-то патчем их убрали. Ну, знаете, это маленькие какие-то растения. Интересно. Ладно. Хорошо. Так, кому нам нужно вернуться, чтобы сдать это задание? У Каура на священных ступенях Никитаки. Отлично. То есть, нам снова в Никитаку. Хорошо. И поэтому я плыву, конечно, в противоположную сторону от Никитаки. Само собой. Плывающий Миле. Савватория Бехарны. Атарова Козе. Вдущийся Капитан Уана. Капельное Чрево. И познанное место еще какое-то есть. Ладно. Все, пошли в Никитаку. Давайте вспомним еще, каких нам капитанов нужно убить. Так, про Ныра Оамору. Которого удалось отследить до острова к востоку от зубов Магран. С северю к запад-восток. Так, мы сейчас вот как раз почти там. Ну, не почти там. Ладно, успеем. Успеем еще. Успеем. Потому что иначе мы сейчас опять ничего. Хорошего не сделаем. Чумовой корабль. Чумной корабль. Ну что, давайте им поможем. Как в прошлый раз. Зараженный корабль! Хорошо подходим. Чем заражена твоя команда? Кое-кто из моих ребят подцепил внутреннюю гниль. Мы знаем, что это болезнь смертельна. Но как править кораблем, когда матросы едут, таскают ноги? Выберите тяжело больного матроса. Мы заберем его на борт, осмотрим и выдадим лекарство. Что? Выкрикивает ора безумная. На стороне только бормочет себе под нос. Слишком тихо, чтобы можно было что-то разобрать. Однако ясно, что приводить на корабль зараженного матроса окажет своим плохим решением. Еле передвигая ноги, матрос бредет с зараженного корабля на ваше судно. Ваша команда расступается перед ним. Кое-кто осеняет себя охранительными знаками, либо бормочет молитвы к риму к гранду. Просто не знаю, как вас благодарить, говорит капитан. Если бы не вы, даже не знаю, на что мы могли бы надеяться. Пожалуйста, прими это в знак моей благодарности. Спасибо. Камень мощи Интеллект плюс один, источник мощи. Повышает уровень мощи на время всего боя. Так, потерянный припас в лекарство 10. Экипаж получает 108, не с опыта. Матросы скрипляют зубами и бормочут проклятие. Похоже, инфекция перешла на ваш корабль. Ну ничего, подлечимся. Мы уже выздоравливали от этой штуки, я помню. Точнее, даже не от этой, а от более серьезной. Вашу команду настигла опасная хворь. Болезнь начинается с мелочей. Там кашель, тут озноб. Но проходит совсем немного времени, и ваша команда уже не в состоянии работать. Вскоре все ваши матросы покрыты мерзкой слизью и какой-то сыпью, а их глаза опухли. Малышка Люка находит вас в вашей каюте. Сквозь открытое окно слышно, как кого-то рвет. Еще немного, и твоя команда не сможет работать, капитан. Они и так на пределе. Найти корабельного реча. Не хочешь мне рассказать, почему все матросы были на биодолу? Врач медленно качает головы и хмурится. Это внутренняя гниль, капитан, с того чумного корабля. Если мы продолжим плыть, жди беды. Доставай наше лекарство. Пусть все получают все необходимое. Геодол возвращается с банкой пустой чертополоховой смолы. Когда чертополоховую мать наносят на пораженные участки кожи, она вызывает неприятное покалывание. Вскоре все матросы покрыты липкими коричневыми пятнами. Лекарство помогает, и ваша команда быстро восстанавливается. Скоро они уже распевают матросские песни на палубе. Ваше плавание продолжается. И один день прошел. Двое ваших матросов затеяли спор на палубе. Так, опять с рыбой проблемы. Надо оценить состояние улового. Успех. Вы не обнаруживаете ни обесцвечения, ни язв, ни раздутых животов. Рыба полностью здорова. Вот видишь, говорили тебе, что ничего опасного нет. Здравствуй, чертопек, уперев руки в бока. Мы сейчас не в том положении, чтобы выбрасывать еду и убрать рыбу в трюму. Видишь, вонится. Капитан знает, что отлично еду выбрасывать нельзя. Закрой. Если мы оставим рыбу, капитан, то запросто может получиться, что... Закрой пасть тряпкой, чертопек. Слово капитана закон. Втрюм ее. Матросы поднимают бочку и тащат ее вниз. А вы возвращаетесь на корму. Забавно, что рыбу мы получаем. То есть они, получается, как бы влавливают. Так, ну что ж, все. Никитаку. Мы обследовали здесь очень большой участок, видите. Так, ну пошлите сначала... Давайте сходим в дворец Каханга. На крышу. Что там у нас крылевая неказа. Каханга. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, а сейчас нам нужно сдать задание Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДиаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Митр ДимаTorzok так кстати мы с вами давно не продавались но хотя как давно так еще раз акаура на священных ступенях никитаки священные ступени священные ступени где этот акаура охотник ты здесь из-за любви к деньгам на кого раскрощает руки и обглядывает вас отдать голову орнокс и его пламя угасло навсегда выполненные обещания обладают большой силой и щедро вознаграждаются куру поднимает весистый мешок с деньгами и без примудения дает его вам ты и самоотверженно служить деньгам набивай свои карманы за счет выполненных обещаний я поступаю также акаура иметь с тобой дело одно удовольствие и все больше она ничего не даст все это было последнее задание от нее хорошо итак у нас сейчас с вами кстати вот утопленные могилы это я помню где это кстати я не как помните там похоже на череп горе на полу там с эти были отправиться на саюку можешь на саюку заглянуть давайте на саюку заглянем это по квесту серафена у нас кстати уже почти следующий уровень заметьте я просто думал еще помните у нас там за за само это и что-то было еще можно классус дальше как у меня открыть так саюка так саюка Колониальный портовый город. Так, а с кем же тут поговорить по поводу колдуна и бездельника? Доброго дня, могу я чем-нибудь помочь, скажи себе. Ну, наверное, он в сомнении смотрит на вас, гадая, почему задали ему такой личный вопрос. Когда-то я был важным человеком, рыцарем Золотого Соглашения. Потом взялся за одно поручение, а выполнить его не смог. Я больше не мог оставаться в Ордене после этого, вспоминая прошлого Смаренталь. За прошедшие годы я исследовал весь архипелаг, дисциплинируя себя и отказываясь от любых морских искушений. Только невзгоды и страдания способны закалить душу, понимаешь? Неужели? Ну, я кое-кого жду. Точно не знаю кого, не знаю, когда наша встреча состоится. Знаю только, что кто-то из правительств меня ищет, потому и жду. Желаю удачи. Удача мне нужна на моей стороне вера. Он такой типичный-типичный паладин, прям мой сратник. Так, ну ладно. Давайте с командиром флота поговорим. А, это ты? Ты застал меня в редкую свободную минуту. У меня есть пара вопросов. Какие планы у королевской кампании архипелага на архипелаг? Ну, говорит, ты знаешь, что работа и хранитель. Пополнял припасы. То есть, по идее, нужно говорить с каким-то торговцем. Есть здесь какие-то торговцы? Рынок? Ну, рынок есть. Хорошо. Ах ты, погодка отличная. Какого? Эй, Акира, ты голоден. Давай справим это. Ками. Скажи мне, если тебе что-нибудь приглянется. Так, ладно. Так, ладно. Не путайся под ногами, Вера. А, еще столько работы, одни такие колодки короткие. Ну да. Ремара! Эй, капитан, он здесь. Глянусь в свои синие задницы, это же Ремара. Серафим бежит навстречу старику в белых одеждах. Зря ты явился, мой мальчик, пусть я и рад тебя видеть. Даже анархисты Элдис не знают жалости к мятежникам. Серафим отходит на шаг назад и поднимает глаза на Ремара. Да, но ты и предательство? Да об этом даже думать смешно. Он широко разводит руками. Идем с нами, я буду защищать тебя. Мы позаботимся о том, чтобы с тобой обошлись справедливо. Покачав голову, Ремара сблатывает. Не могу, Синий. Я мертв для этих вод, как и они для меня. Серафим раскрывает рот и фыркает, не в силах подобрать слов. Клянусь своей матросской юностью. Да ты совсем сдурел, старый. Алан смотрит на вас. Его нижняя губа подергивается. Капитан, где твое красноречие? Он втолкует ему идиота, что он не прав. А зачем ты покинул мертвый свет? Возможно, там тебе ничего не угрожало. Я не мог больше оставаться. Я уже не думал об опасностях. Слишком тяжело наблюдать, как медленно рушится все, чем ты когда-то гордился. Гордость и честь еще с нами, они не забыты. Да, времена меняются, но как ты собрался обходить мили, если ты даже не берешься за штурвал? Надеюсь, я ошибся. Хотя бы ради тебя. Я не верю, что Принчипи, такие и какими они стали, способны выжить. Я отдал им слишком много, не хочу смотреть на их угасания. Почему ты покинул Принчип? Принчипи изменились и не в лучшую сторону. Когда-то мы объединялись ради единой цели. А теперь нас расколола надвое и одна половина не лучше другой. Куда ты хочешь отправиться? Моя команда? У тебя немногие, кто остался со мной еще с колдуна, отправляются на запад. И я вместе с ней. Может, доберемся до живых земель или будем возить товары из Айдира в Вайлю. Посмотрим, как сложится. Но, клянусь богами, это же на другом конце Иора. Альч, дорога нам предстоит долгая. Правда ли то, в чем тебя обвиняют? Возможно, меня обвиняют в чем-то еще, но восстание, в этом я действительно виновен. Уши Серафина повисают. Он тянется к Римару, но останавливается и опускает руки. Но почему? Колдун был нам семьей и родным домом. Мы, видимо, гордились, клянусь своим синим отростком. А ты отдал его какой-то полудохлой эльфике в обмен на дырявый клипер? Серафин пристально глядит на землю у ног Римара. Его трясет, и его руки сжаты в кулаки. Да я четырнадцать лет, драйл палубы колдуна. Все ради тебя. Капитан Бастиан доверял тебе. Я доверял тебе. Он тяжело смотрит прямо в глаза Римара. Ач, бон амико. Амико это друг. Римара приоткрывает рот, но вновь смыкает губы и сбатывает. Сиентера, Серафин. Я подвел тебя. Сделал тебе больно. Никакие слова не могут оправдать моих действий. Надеюсь, ты сможешь поверить. Я поступил так, как было необходимо. Как мне быть? Устала, пожав с плечами, Серафин отводит глаза. Римара, это как-то связано с перевозкой рабов? Откуда ты? Римара моргает и опускает голову. Бастиан перевозил на колдуне рабов на продажу. Римара охмурится, опустит взгляд на свои загорелые морщинистые руки и потирает ладони. Серафин моргает застывшим лицом. Он приоткрывает рот, закрывает и снова приоткрывает. Орла нащетинивается и опускает уши. Рабами? Это еще что за чушь? Алдун был мне родным домом. Какие еще рабы? Я выслеживал работорговцев. Мы с капитаном освобождали рабов. Я тоже так думал. Но Бастиан продавал тех, кого мы освобождали на Кругспур. Я нашел записи в его каюте. Стопка накопилась почти за десять лет. Когда я возмутился, скажем так, закончилось это плохо. По вашим жилам разливается горящая ярость. А вдоль позвоночника протягивается ледяная нервность. Ваши глаза затуманиваются. Отдаться на воле видения. Песок запятан кровью. Вы совсем ребенок. Грязный, напуганный. Со всех сторон кричат и потразнивают, и натравливают. Перед вами Алмауа, втрое больше вас. Гара жира и мускулов одеты в яркие тряпки. Не заставляйте меня, молите вы. Больше не надо, пожалуйста. Тяжелый удар подкидывает вас в воздух, и вы падаете в песок под восторженные аплодисменты зрителей. Поскочив, вы видите другого раба. Чувствуете то, что ощущает он и его страх. Он боится больше вас. Но что тут поделаешь? Выживет только один. Вы душите в себе все, кроме гнева и ненависти. Вы хватаете и кусаете. Молодите кулаками. Слабо, но быстро. И второй мальчишка уже кричит. Синтере, Бонамико. Прости меня. Римара столько покачивается. Я не хотел, чтобы ты об этом узнал. Я хотел, чтобы ты верил в наши традиции. Чтобы в тебе жила надежда, и ты оставался яркой звездой в созвездии Принщипе. Ты как, Серафен? Серафен фыркает и мотает головой. Шерсть под его глазами мокрая от слез. Серафен, ты выслушал признание Римара? Как ты хочешь с ним поступить? Отпусти его, капитан. Да, он сделал доброе дело, когда прикончил рабовладельца. Но консуалии мятежи караются смертью. Эргоунфер или нет? Решай за себя, Римара. Огрочима, хранитель. Клиппер вот-вот загрузит провизии, и мы поднимем паруса. Корэс, Серафен. Ступая с богами. Бонамико, возьми. Надеюсь, использовать тебе это не придется. Он выручает Серафену тщательно упакованный сверток. Заложенный заряд. Разрывной выстрел. Базовые атаки наносят колющий или рубящий урон тот, который выше по небольшой области. Надеюсь, мы встретимся снова, когда моря будут спокойнее. Корэс, бонамико. Серафен отворачиваться. Серафен, здравствуй, капитан. Серафен отдает вам честь, широко улыбаясь. И ты здравствуй. Честно говоря, я неуютно чувствую себя в команде после колдуна, ремара и всего прочего. Вот так-то. Ты член, ценный член моей команды. Прими это в дар, в знак моей благодарности. Эта вещь предназначается для великого капитана. Думаю, ты из таких. Мне кажется, теперь ты выглядишь куда величественнее. Спасибо за подарок. Рад, что тебе понравилось, капитан. Носи с честью, а я буду с честью служить тебе. Он отвешивает глубокий поклон. Надо ее честь и отворачиваться. Вы получили примерно честная милость. Отчаянная рубака. 10% к урону от критического попадания кинжалом, рапирой, саблей, стилетом и мечом. Шанс преобразовать обычное попадание в критическое 10%. Эту красивую шляпу с пером дал вам Серафен. Обычно такие, вызывающие уборы в альянском стиле, носят задеристые типы. Всегда готовые выхватить оружие. Это стиль за любое оскорбление. Ну вот, мы выполнили задание. Получается, что он нам дал предмет. Сверху. 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 порт ножа который мы до сих пор не выполнили но мы может его выполним последнее пристанище ну все получается смотрите у нас осталось только одно задание последнее пристанище отправляемся но если не считать наград за голову и основной сюжетки так по снабжению нам ничего не надо давайте посмотрим лекарств надо бы докупить а Так, а это кто такие? Не успели вы отойти от гавани Саюки, как слева от вас возникает изящная галера. Она стремительно рассекает волны, но идет к берегу, держась на расстоянии. Стоящий на фальшборте Серафен провожает проходящий корабль мрачным взглядом. Когда корабль разворачивается и стремляется к вам, вы узнаете восторг страданий, принадлежащий Молнаш. Его орудие, похоже, не заряженное, да и Манерсор скорее предполагает желание поравняться, а не начать сражение. Кэп, кажется, великая морская дева лица хочет переброситься с тобой словечком. К добру это или к худу, но хотя бы Саюки ее нет. Серафен отводит уши назад и потирает переносицу. Когда восторг страданий проходит мимо, Молнаш запрыгивает на поручни, крепко зажимая серой пышистой рукой толстый канат и отпешивает вам низкий поклон. При этом она снимает шляпу, прежде чем бросить ту своим матросам. Скверно тебе дается это дело, капитан. Мы ведь уже проследили за Ремара до этих самых камней. Уж не пытаешься ли ты ввести у нас добычу из-под носа? Молнаш запрокидывает покрытую себе мехом голову и укладывает руки поближе к оружию. Ромара давно уже нет, забудь. Забавно. Мне думалось уж, что уж Хранителю тогда станет здраво, а в смысле не окшаться с явным предателем. Она покачивает головой, как бы демонстрирует досаду, но при этом даже не скрывает ухмылки. Плевать. Вначале разберемся с тобой, а затем уже немного почешем лясу с Ремара. Никакой пощады, дамы и господа. Команда Молнаша хватает оружие и нападает на вас. Команда Молнаш. Команда Молнаш. Давайте переместим цель. Все вот так вот ставим. Что-то какая-то у них команда не очень-то большая. Я не знаю, что я не могу. Ну прикольно, они могут перепрыгивать вот так, а почему-то бой не закончился. А, все получилось, мы можем уйти после этого, наверное. Да. Ну что ж, мы поссорились немножко. Так. Может быть, сейчас надо начнуть все пираты нападать? ПЕСНЯ 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 Навигатор демонстрирует вам компас, который держит в двух пальцах тышный гнилый плод. Капитан, что-то не так. Игла дергается, как лапка с кораблей, но на карте ничего особенного не отмечено. Тень Вайля пала на нас и взирает с глубин, и Рена смотрит на море. Освальд недоуменно моргает, и Рена говорит что-то странное. Рихо, капитан, Виадул указывает куда-то вперед. Говорят, некоторые пытались пройти через них, чтобы сберечь время. Мы тоже можем попытаться или войти кругом. С нашими-то в конец рихнушимся приборами, Освальд вдыхает. Лучше обойдем это место стороной, чтобы это не было такое, сколько бы времени это не заняло. Не будем рисковать. Проложи курс в обход. Так, ну что ж, ребят, я думаю, что на этом мы сейчас с вами серию закончим, потому что время уже подошло к концу. В следующей серии уже будем смотреть, что нам на Матаро Акозе предстоит. Сегодня мы, наверное, завершили очередную веху нашего путешествия. В следующей части уже мы разберемся, если с Матаро Акозе довольно быстро, то нам, в принципе, остается только основная сюжетка. Да, да, не прошло и 50 часов. Ну что ж, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте вызовы, задавайте вопросы. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. И до следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!